Я хочу школу, я хочу в ней учиться. Сам статус, что ребенок школьника волнение такое держит. Ну это классно. Пусть будет счастливо, здорово, и вообще все дети учатся хорошо. С таким настроением собирались на крыльце перед входом в 12-ю школу первоклассники и их родители. Немного взволнованные, в то же время довольные. Многие ребята ждали этот день с нетерпением. В этом году в средней школе номер 12 было набрано три первых класса. Немало. Такие же радостные первого сентября и старшеклассники, но в глазах все же читаются нотки грусти. Для них это торжественная сентябрьская линейка, последняя на школьном пути. У 11-й классников настрой на последний учебный год, ну такой очень бодрый, надо взяться хорошо за учебу, чтобы у тебя все получилось, получить хорошие баллы в целом. Ну и вот это последняя линейка, ну как бы 11-й класс, ты со всеми знаком, со всеми ты дружишь, общаешься и поддерживаешь хорошие отношения. 1-е сентября это всегда праздник, с праздничным настроением встречаются. Как и дети соскучились, так и еще ляпы соскучились по детям. Но я хочу пожелать своим ученикам, коллегам, во-первых, терпения, здоровья, верить в свои силы, у вас все получится. Всего самого хорошего в новом учебном году. Традиционную суету и приятные хлопоты немного нарушил дождь, поэтому праздник было решено перенести в актовый зал. Здесь собрались представители администрации школы, родители, ученики и, конечно же, почетные гости. Мэр города Александр Рогачук и руководство Московского района, на территории которого и располагается учебное заведение. Со сцены в адрес ребят звучали напутственные слова и поздравления, ведь это в первую очередь их день. Представьте, как повезло вам, уважаемые родители, к вам, врачи, что ваших деток будет знать все по именам, каждому будет уделяться персональное внимание, а тот пищеблок, который мы построили в этом году, достаточно дорогой проект, современнейший проект, будет делать ваших деток еще более счастливыми. Хорошие учителя, мой любимый директор школы, он немножко волнуется, Василий Александрович, хорошая школа. Дай Бог всем вам здоровья, дай Бог нам хороших эмоций, ребят, всем здоровья, удачи, родители, терпения. Воспитание молодежи, создание инфраструктуры, которая позволила бы юношам и девушкам реализовать себя в полной мере. Это то, к чему стремится современная система образования. Вклад колоссальный, не меньше и отдача. Это продемонстрировал и праздничный концерт, на котором выступали как малыши, так и старшеклассники. Звонкий колокольчик внес свою атмосферность в праздник. Это словно преемственность поколений. К улюминационным моментом мероприятия стало исполнение гимна школы. Новый учебный год для 12-й школы стал особенно знаковым. В преддверии 1-го сентября здесь была проведена комплексная реновация пищеблока с подъемом старого напольного покрытия, полной замены оборудования и оснащения. Александр Рогачук лично оценил масштаб проведенных работ. Светлая, уютная, красивая столовая станет бесспорно любимым местом школьников и педагогов. По мнению городоначальника, такие объекты оправданно заслуживают особого внимания. Нам удалось, несмотря на многие вызовы, проблемы, реализовать здесь хороший проект строительства пищеблока. По сути дела, не реконструкция, а строительство нового пищеблока в рамках тех площадей, которые были. Это достаточно дорогой проект. Из городского бюджета мы направили более полумиллиона рублей. Но он себя оправдывает. Поэтому я рад той работе, которая проведена в целом в системе образования. И рад каждому такому пищеблоку. Потому что это и качество, это и культура, это и здоровье соответствующим образом. У нас еще есть в листе ожидания шесть учебных заведений, которые мы просто обязаны с точки зрения пищеблоков совершенствовать, не теряя контроль в целом над общим вопросом качества питания. Что касается характерным по питанию школьников, в этом году мы, по сути дела, реорганизуем нашу специализированную организацию. И оно будет заниматься только школьным питанием. Оно будет кормить детей в лагерях, в оздоровительных лагерях. Оно будет заниматься питанием в школах, в группах продленного дня. Я думаю, что когда есть узкая специализация, тогда есть больше результатов. Реконструкция пищеблока продолжалась на протяжении всего лета. К слову, это был один из самых крупных объектов в плане реновации в Московском районе. Уже совсем скоро сюда придут первые юные посетители. А их зараз здесь может уместиться около двухсот. Кроме простора и уюта, отдельное внимание при модернизации пищеблока было уделено разработке меню. Здесь оно будет сбалансированным и достаточно вкусным. Сложно ли разрабатывать детское меню и сложно ли угодить, в принципе, ребенку? Я думаю, что угодить всегда сложно, потому что даже на примере своей семьи мы знаем, что, как правило, у всех свои предпочтения. А учитывая то, что детское меню, оно особенное, к нему предъявляется очень много требований. Требований со стороны Министерства здравоохранения в части содержания сахара, соли. Блюда не должны повторяться два раза подряд, то есть два дня подряд. Не должны содержать никаких запрещенных компонентов, например, усилителей вкуса, консервантов. Мы предлагаем только здоровое питание. И, конечно, нужно учитывать еще и энергозатраты ребенка по его возрасту. Вот эти все критерии мы учитываем, когда составляем новое меню. Два вида салатов, больше пяти наименований горячих блюд, гарниры и новинка – запеканка «Зебра» на основе творога и какао – должны стать любимыми блюдами учащихся 12-й школы. Сегодня, кстати, в честь праздника здесь полагается и десерт. В такой обстановке, бесспорно, аппетит разыграется еще больше. А благодарные ребята еще не расскажут свое главное заветное волшебное слово. Спасибо! Не менее торжественная атмосфера сегодня в 19-й средней школе. Я радостно и волнительно сегодня будущим выпускникам, ведь этот учебный год станет последним для них в стенах родной школы. С замиранием сердца следят за всем происходящим первоклассники, ведь для них это начало большого пути в увлекательную страну знаний. За огромными букетами едва можно рассмотреть лица главных героев школьной линейки. Такие милые, по-детски наивные первоклассники. Но с этого момента все они уже самые настоящие ученики и прекрасно это понимают. Мне очень-очень нравится тут. Я не пожалел, я очень-очень хочу учиться. Я сегодня волнуюсь, но мне все равно радостно. Нравится, что все сюда пришли и за что все цветами дарили. Мне нравится, что это праздник. И на этом прекрасном празднике для всех школьников и их родителей подготовили немало замечательных сюрпризов. Музыкальные и танцевальные номера сменялись теплыми словами, пожеланиями и напутствиями. Для каждого родителя, учителя, для всех школьников день знаний важный, неповторимый и особенный. Об этом говорили и почетные гости мероприятия. Для всех нас 1 сентября это особый день. Это первый, во-первых, день учебного года. Это день знаний. Для нас, как для родителей в том числе, как для органов власти, для бабушек и дедушек, которые отправляют особенно в первый класс ребятишек, это знаковое событие, потому что это в первую очередь, это первые школьные друзья, первая учительница. Первый раз садимся за парту. Это первые впечатления у ребенка. Их надо так создать, чтобы он был с большим желанием и дальше обучался. Что хочется пожелать в этот момент, это прежде всего крепкого здоровья, исполнения желаний и новых творческих побед. В этом году к нам приходят 89 маленьких первоклассников со своими интересами, мечтами и увлечениями. У выпускников у нас 19. Вы видите, что мы начали расти. У нас 4 первых класса. Поэтому я всем желаю здорового учебного года, терпения, удачи, любви, благополучия. За два последних года школа приросла на 300 учеников. И это показатель отличной работы ее сотрудников и администрации. Здесь делают все, чтобы детям и учителям было комфортно. Возможно, поэтому именно здесь появился второй в нашем городе учитель начальных классов мужчина. Как дети пришли первый раз в первый класс, так и я. Я учитель, мужчина. Не каждый родитель мог воспринять учитель, потому что привыкли. Учитель – женщина. Но все прошло хорошо. На первом детском забрании родители были довольны. Я тоже. Потому что для меня самое важное – если ты наладил отношения с родителями, значит и отношения с детьми ты тоже наладишь. Ученикам хочу пожелать, чтобы они никогда не останавливались, достигали всех своих поставленных целей. Своих коллег хочу поздравить с Днем Знаний. Пожелать им крепкого здоровья, терпения, упорства. С любовью, терпением и упорством, которые присущи настоящим учителям, будут передавать свои знания и воспитывать детей в пятой гимназии нашего города. А глядя на маленьких первоклашек, даже самые важные гости мероприятия невольно вспоминают свою первую линейку. Прекрасно помню, как перед линейкой мне дали поручение выступить с краткой приветственной речью. Ее можно было назвать и так. Я до сих пор помню. Надо было сказать, мы в учни первого класса обецаем вучиться добро и выдатно. Я эти слова никогда в жизни не забуду. Почему? Потому что это как девиз всей жизни моей, да и всех поколений. Надо учиться хорошо, отлично для того, чтобы потом приносить пользу своей стране. Ну и, конечно, пожелание родителям также быть союзниками своих детей в походе за этими знаниями. Ну и особые, конечно, слова благодарности и поздравления это педагогам. В этом году к нам пришло 800 учащихся. Из них в первый класс пришло 80. Выпускается в этом году 64 ученика, 3 класса. Гимназия полностью готова к новому учебному году. И хочется пожелать, чтобы и учащимся, и родителям в нашем учреждении образование было всегда комфортно. Мы всегда приносили детей хорошие отметки и радовали этим родителей. День за днем под руководством мудрых учителей и на глазах родителей первоклассники будут расти, будут впитывать новые знания. А те, кто в этом году покинет стены гимназии, уже имеют планы на будущее. Но время, проведенное здесь, будет вспоминаться как самое прекрасное. Я в предвкушении чего-то интересного в этом новом учебном году. Очень надеюсь, что я его никогда не забуду. И мне повезло, я смогла определиться со своим будущим путем. И надеюсь, что я смогу поступить туда, куда я хочу. В этой гимназии я проделала большой путь вплоть с 1 до 11 класса. И все эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Действительно, как бы ни сложилось, торжественные линейки. И первые учителя, и верные школьные друзья – это те воспоминания, которые каждый из нас бережно отложит в фотоальбом своей памяти. Торжественная линейка проходит и в 24-й средней школе, где ребята вот-вот отправятся в интересный, захватывающий мир знаний. Этот момент особенный, волнительный, торжественный и запоминающийся не только первоклассникам и их родителям, но также и выпускникам. Ведь для них этот год – финишная прямая во взрослую жизнь. Взволнованные 50 выпускников-одиннадцатиклассников, 110 трогательных крошечных первоклассников, родители, бабушки, дедушки, учителя вот таким дружным большим коллективом отпраздновали открытие нового учебного года в стенах 24-й средней школы. Скорее всего, первоклассники пока не очень понимают, как именно будут проходить их ближайшие 11 лет. И что же это такое учиться? Но то, что они под впечатлением от своего первого в жизни 1 сентября – это факт. День знаний – это праздник в первую очередь семейный. Именно поэтому тут все – папы, мамы и даже бабушки и дедушки – пропустить такой день уж точно никто не хочет. Радость большая, волнение, переполняю чувство удачи, что есть такое волнение. Каждого родителя, я думаю, что то же самое, кто отдает ребеночка. Я испытываю огромную радость и себя вспоминаю, и школу свою, и учителям спасибо большое, им терпения хочу пожелать, и всего самого хорошего. Это же новая ступень в развитии ребенка, и родителей тоже. Родители очень переживают все эмоционально и помогают деткам. Самое основное – это чтобы у деток все получалось, чтобы они не волновались, все у них было хорошо. Новый учебный год важен и волнителен не только для учеников. Это особенный период и для персонала школы, ведь подготовить все нужным образом, достойно встретить и воспитать учеников школы – это их важнейшая задача. С нетерпением ждала старта нового учебного года и директор школы Галина Боценко. Первое сентября – это начало нового периода, периода, который длится 9 месяцев. И вы знаете, наверное, можно сравнить это как с периодом, когда мать вынашивает своего ребенка – 9 месяцев. Так и школа. Мы принимаем каждый год деток на этих 9 месяцев. С трепетом, с волнением мы каждый день с ними проживаем. Все эти 9 месяцев. Поэтому начало учебного года – да, волнительно, да, хлопотно. Но мы его ждем, ждем с нетерпением, ждем с какими-то надеждами, надеждами на успехи наших детей. Хочется работать и искать что-то новое, поиском заняться каким-то, просто встретиться с детьми, пообщаться с ними, узнать, что у них нового, чем они жили летом, как они собираются, что нового они собираются узнать. 11 класс. Вот он, последний рывок, последний шаг на пути к совершенно другому жизненному этапу. Ребята-выпускники не менее волнительно переживают начало нового учебного года, ведь именно на их плечах сейчас лежит немалый груз ответственности в первую очередь за себя и за свое будущее. Даже подумать только, вот просто 11 лет прошло от этой жизни в школе, появилось много друзей, как-то даже не передать словами такие эмоции, а сегодня ты только стоишь, линейка 1 сентября, смотришь на детей первого класса и просто вспоминаешь себя. Осталось совсем чуть-чуть до пути, ну то есть дожать, так сказать, доучиться, определиться с будущим выбором и так далее. Вот поэтому, наверное, только более-менее положительный и появляется сразу настроен на то, чтобы уже добить год и с достоинством его окончить. На празднике детства в 24-й средней школе были, конечно, и важные гости. Приехал поздравить учеников заместитель председателя Грисполкома Виталий Щерба. После торжественной части он прошелся по школе, пообщался с учениками и дал им наставления. Большую надежду он возлагает на ее выпускников. Они – будущее города. Тем более, из года в год показатели качества системы образования только растут и радуют, что доказывают стобальники. Давно город Брест, то есть, не имел такого количества детей, которые набрали 100 баллов по централизованному тестированию. Причем некоторые ребята набрали 100 баллов по нескольким предметам. Ребята, которые достигают определенных успехов не только на городских и областных олимпиадах, но и на олимпиадах республиканского уровня, то есть на международных олимпиадах, которые проводятся по предметам уже за пределами нашей страны. Это, наверное, говорит о том, что, в принципе, система образования города дает достаточно достойные высокие знания нашим выпускникам, которые в последующем могут претендовать на обучение в наших лучших вузах страны. То есть, соответственно, потом будет определенный вклад в социально-экономическое развитие, наверное, города. Будем надеяться, что города и страны. Виталий Щерба сейчас курирует социальную сферу жизни города, что предполагает много направлений. А начинал он свою карьеру именно здесь, в 24-й школе. Трудился учителем, заместителем, директором и директором. Ему особенно приятно наблюдать, как выросла школа и какие высокие результаты подают ее ученики. Наложила определенный отпечаток в своей жизни. То есть, смотришь по-другому на развитие детей, как они развиваются, что нужно непосредственно, какое нужно внимание обращать на те или иные моменты в системе образования, включая ту же материальную техническую базу, развитие сети учреждений образования в городе. То есть, конечно же, этот отпечаток есть. И, наверное, позволяет более успешно выполнять определенные задачи. Корреспонденты БУК-ТВ. Новости Бреста.